Добрый день, уважаемые друзья. Вот и закончился турнир претендентов. Ну и завершающий тур, завершающую партию, которую мы разберем в этом обзоре, будет партия Аниша Гири против Кирилла Алексеенко. Не самая лучшая партия для Аниша. Понятное дело, что накануне он, проиграв Александру Гречуку, потерял все шансы на успех в общем турнире. Ну и, конечно, это сказалось. Несмотря на то, что он имел белый цвет, игра его была, конечно, весьма пассивна. Тем не менее, партия была и партию мы, конечно, сейчас посмотрим. Итак, Аниш начал пешкой С. В общем-то, расстановка, которая случилась в партии с Яном Непомничем, произошла. Ну, в отличие от Яна, который сыграл конь f3 в третьем туре второго круга, Аниш перешел в обычный каталон. Ну и что же, после слона b4 он решил применить ход конь d2. То есть, в отличие от слона d2, основного продолжения конь d2 достаточно таким гибким является. Так он, в общем-то, играл и против Карлсона, и против многих других. Ну и, в общем-то, партия складывается следующим образом. b6 одна из главных линий, главных продолжений, рокировка, слон b7, b3. Также Аниш применял ход a3, как я помню, в этой позиции, помимо b3. Ну, b3, в общем, такой классический ход. Кирилл здесь сыграл ладья е8, ход достаточно редкий, обычно играет конь b7, затем ладья c8 и проводит, так или иначе, c5. Но ладья е8, идея этого хода заключается в том, что после хода, скажем, слон b2, конь b7, очень часто вот этот слон возвращается на f8. То есть, поле f8 освобождается для слона. Ну и затем черный все равно проводит c5. Ну, в общем-то, после дебюта, здесь вот можно отметить ферзь c2, ладья c8, да, такая, в общем-то, стартовая позиция. Белые закончили развитие, черные готовы проводить c5. Уже можно было оценить позицию, что здесь будет большая борьба, и нужно будет проявлять, вот, именно понять, какие амбиции на эту партию у Гири, насколько он хорошо себя чувствует. Ну, понятно, что после поражения никто себя хорошо не чувствует, особенно, когда ты теряешь такие шансы, возможно, в своей жизни, да, то есть в какой-то момент, сыграв в турнире претендентов, быть рядом с успехом. Но, тем не менее, что сделать, такая судьба, такая жизнь, да. Ну и, в общем, в этой позиции Маниш начал играть достаточно финишчур академично, наверное, и стоило, наверное, здесь уже играть попроще, как-то конь e5, играть приблизительно равную позицию. Сыграл ладья d1, вроде ничего плохого в этом ходе нет. Кирилл ответил c5, ну и, в общем, здесь вот началось такое хождение по первым горизонталям. Ферзь b1. Ферзь b1 – ход логичный, нужно убрать ферзя из-под рентгена. Ферзь e7. И после ферзь e7 был очень важный момент. Значит, он побил на c5, разгрузка произошла в центре. cd слон d5. И здесь вот был первый такой неточный момент, где Аниш сыграл конь e5. Конь e5 – ход оказался не очень удачным, после чего черные захватили небольшое преимущество. Что же надо было делать? Ну, как мы видим, фигуры черных расположены достаточно хорошо. То есть, здесь мы видим, у них большое преимущество в центре. Имеется в виду контрольный поле e4. Хороший слон, конь. При случае могут они опять а4 играть. В общем-то, у них здесь большой выбор. Опять-таки, захватывать вот это центральное поле. Если ему удастся захватить поле e4, то будет слабое поле c3. Будет слабым так же. Поэтому белым здесь необходимо было понять, что с этим полем делать. И поэтому Аниш сыграл конь e5. То есть, его логику понять можно. Но правильным ходом был ход конь g5. Вот здесь вот после хода конь g5 возникали разные интересные позиции. В частности, вот слон бежа 2. Можно было ответить слон бежа в 6 промежуток. Обращаю внимание, что конь g5 был и сделан ход для того, чтобы ударить на h7. Ну и скажем, после хода короля f8 ферзь h5, угрожая конь h7, белые захватывали инициативу. Вот такая бы могла возникнуть позиция. Конь h7 везде угроза. Ну и скажем, после хода король g7, король g2, у белых, в общем, сохранялось определенное преимущество. Значит, что можно было сделать черным, кроме слон бежа 2? Слон бежа 2 ход не самый лучший, на самом деле просто худший, наверное, на ход в этой позиции. Ну, можно было сделать 2 таких равнозначных хода. Первый ход это h6, после чего не приводит к цели слон f6, ферзь f6, ферзь h7, король f8, конь e4. Ну, ввиду того, что просто черный забирают. Ну, в общем-то, эта позиция была, наверное, правильной. То есть, ближе к равенству. И вот эта стандартная игра для гири могла здесь, в общем-то, продолжаться недолго. То есть, приблизительно равенство, которое наверняка бы завершилось мирным окончанием этой партии. Ну, что еще? И был также ход слон бьет d2, который также вел к позиции, скажем, если в этом случае белых забирают на h7. И король f8, они просто выигрывают, потому что мы видим, что конь на g5 пропадает. Ну, а в случае ладья d2, черные играют слон bg2. И здесь уже слон f6 не так хорошо, потому что после хода ферзь h4, черный успевает вернуться ходом слон e4. И позиция приблизительно равная. b4, ферзь h6, такая вот интрига забавная. Ну, и в общем, здесь у черных все хорошо, все под контролем, несмотря на лишнюю пешку белых. Пешки обесценены, и в целом партия тоже завершалась бы очень быстро. Так, ну и последний, наверное, вариант, который здесь нужно было обсудить. Это вот, скажем, если белый играет ферзь h5, то опять-таки слон e4. Нет, шага на h7. Так что вот такой был момент. Конь g5. Именно конь g5. Ну, а в партии послал ход конь e5, после чего взяли на g2, дал шаг на b7. Очень простая игра. У черных возникает король g1. И b5. b5 ход неплохой. Вырезает идею конь c4, конь d6. И параллельно подготавливает ход конь e4, конь c3. Отмечу, что впоследствии эта пешка может на b4 поменять положение слона и зафиксировать слабость c3. Поэтому b5 ход неплохой. Конь f3. Пока ничего плохого у белых тоже нет. Позиция носит равный характер. Тем не менее, уже начинаются какие-то небольшие очертания. Некоторые дискомфорты, которые можно оценить. А3 приходится играть слон d2. Ну, и здесь, наверное, стоило ударить, может быть, ладьей на d2. Немножко подменять еще ладьи. Но, опять-таки, в черных сильная централизация. Поменял на f6. И конь d2 все-таки съел. Отмечу, что ладья d2 вела к равной позиции. Взяли-взяли. И впоследствии ферзь d5 не приносит никакого плюса. Потому что у белых есть очень конкретный ход ферзь c2. И за счет связки белые здесь держат позицию. Взял на d2 конем. И после король g7 возникла, опять-таки, стандартная игра. В общем-то, где у черных все чуть-чуть поприятнее. Все решил подменять. Ферзь на b2. Но мы видим, что без энергии эту партию проводит. Аниш проводил, точнее. Ну, вы знаете причины на это, во всяком случае. Белыми Аниш проигрывает, как и вообще, в принципе, любой топ-шахматист, очень редко. Итак, b4, a4. Безусловно, от этого положения пешки позволило зафиксировать еще слабость на a3. Во всех эншпилях эта пешка может оказаться крайне опасной. Ну, и, в общем-то, так оно и произошло. Владец c1, ферзь d5, централизация. Ферзь c2. Ну, в общем-то, пытались тут как-то черные улучшить позицию. Ну, позиция просто сама по себе. Белыми здесь никуда дергаться нельзя. Ну, а черные, в общем, должны как-то планомерно усиливать игру. Так, ну, Аниш занял такое положение. Начал ходить королем. Ну, и черные тоже решили поповторять, как говорится. Ничего плохого в этом уровне нету. В итоге, после очередного хода король g2, последовал ход конь d2. Хороший ход. И теперь конь, мы видим, отправляется в район поля c4. Как раз-таки будет заниматься пешкой a3. Ну, после хода ладья d1, конь c4. Вот возникает такой вот эншпиль. Эмшпиль, конечно, неприятный для белых, потому что пешка на a3 расположена. Ну, является объектом просто-напросто. Но, тем не менее, шансы на спасение хорошие. И Аниш пока сыграл ферзь d3. И вот конь c4. Это, конечно, не очень приятный ход. За черных стоило играть ферзь c6, сохраняя преимущество. И впоследствии ферзь здесь более мобилен. Он имеет больше возможностей для вторжения. Вместо хода конь c4 пастет. И после e4 партия практически уравнялась. Е4. Ферзь c6. Ну, и вот здесь под цвет нот, можно сказать, Аниш осуществляет, ну, скажем, такую, не то что неточность, такой ляп осуществляет, что даже говорить не о чем. Видимо, совсем себя чувствовал неважно. Потому что в нормальном состоянии он бы никогда не сделал следующий ход. g4. g4. Вот такой вот ход, который мало того, что особо не имеет какого-то реального смысла. Ну, то есть, может быть, какие-то идеи у него и были. h4, g5, может быть, какая-то мысль была. Но, на самом деле, ход g4 совершенно безумный. Потому что теперь черные элементарным ходом ферзь c7 проникают в район поля f4. Ну, и партия завершается практически сразу. Техническая стадия наступает. Вот такой вот ужас. Ну, и вот под цвет нот, как известно, как вот нас учили в свое время. Никогда не двигайте пешки от короля под цвет нот. Поэтому такая, в общем-то, вещь удивительна для такого сильного шахматиста. Но, опять-таки, как я сказал, это, конечно, связано было с его состоянием. И, вероятно, спортивная составляющая уже не имела никакого значения в этом турнире. Все-таки имеет только одно первое место. Но его не удалось занять. Сыграл в конь d2. После конь e5, ферзь e3, пешка на g4 является объектом. И черный, помимо того, что угрожает взять здесь, так угрожает еще зайти на c2. Но, в общем-то, пришлось о ней еще отдавать пешку на g4. И после хода f5 нет времени на h3 за ферзь c2. Тем не менее, приходится как-то терпеть. Ну, в общем-то, остался он без, как говорится, безо всего. Проникновение с другого фланга происходит. Отвлечение от поля e3. Приходится терпеть, опять-таки, конь f6, ef, ef. Ну, позиция тяжелая. Конечно же, лишняя пешка у черных. И централизация сейчас произойдет в считанные мгновения. Конь f3. Ну, пытается, пытался он здесь еще защищаться. И правильно делал. Здесь, как ни странно, стоило предложить размен ферзей удивительным образом. Хотя, конечно, в это поверить невозможно. Потому что чисто визуально это полная ерунда. То есть, из-за, скажем, хода конь d5. Но, тем не менее, так предлагал железный друг. Ну, после ферз d5 возник такой вот эншпиль. И финальный аккорд. Проникновение ферзя на a2. Мы видим, и a3 провисает. И ферз f2. Ну, и они же пошел вперед. И здесь получал... Мог он получить красивый мат, если бы черные сыграли ферз f2 шар. Но так не произошло. Потому что здесь вот варианты такие. Скажем, если ферз e3, то ферз b2. Король d5. И ферз b3. Переход в ферзи в эншпиль. Только одна ферзи в эншпиль. Потому что после размена ферзей пешку a уже не остановить. А в случае хода король d4, черные ставят достаточно быстро вот такой вот мат красивый в центре доски. Такую не каждый день увидишь. В случае же хода король e5, черные ферз b6 проникали. И опять-таки возникала вот угроза мата в два хода. И здесь, в общем, черные белым остается только капитулировать. Ну и в партии последовал ход f6, который тоже ведет, конечно же, к победе. Ну вот после хода ферз f1 произошло очищение фланга. И после некоторых движений в этой позиции аниш гири признал своим поражением. Да, тяжелейшая партия для аниши. Это, конечно, тяжелый удар. И что можно сказать? Конечно, нужно находить все равно, пытаться, точнее, находить в себе какие-то ресурсы, чтобы бороться в таких тяжелейших обстоятельствах. Тем не менее, Кирилл молодец. Кирилл эту партию выиграл заслуженно. И закончил свой первый турнир прецедентов на отличной ноте. И в целом, уверен, сделает выводы из своих ошибок, которые в этом турнире были. И были в достаточно большом количестве, надо признать. И докажет другим, что он здесь был не случайно. Ну а я с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, вам понравилось работать с Кумру во время турнира прецедентов. Александр Костенек, Евгений Томашевский. Гости были прекрасны. Ну и, конечно же, вы, болельщики, зрители, вам большое спасибо за поддержку. Желаю вам хороших дней. И, безусловно, смотрите за шахматами. До скорого. Всем пока.